И как-то вот у нас тут такой вот свой в Веслеостровске между собой тоже сложился. Скажи водки нет! И с тех пор я даю по утрам и вечерам говорю нет, нет! Я счастлив здесь жить, я здесь корнями пророс, меня все устраивает вообще. Мы находимся, ну, вообще-то, как бы типа на окраине Петербурга, которая когда-то была. Ну, это такая, знаете, окраина в двух остановках на метро от станции метро Невский проспект. Да, и, я не знаю, мы в гостях, они в гостях, Женя Лазаренко. Всем привет! Значит, изначально, конечно, это группа мультфильма, да, на гитаре. Игрец, и на дуде-дудец, а потом еще масса всего, там и проект Neon Lights, и диджейство, и всякие камера на гитарке. И вообще, посмотрите, Дэвид Буи всегда молодой, да, и юный октябрь впереди. Только зубов меньше, а так да. Да-да-да, пойдем потихонечку. И я так понимаю, что мы на районе, вот где... Индахуд, индахуд, да, абсолютно индахуд. Где прошло все твое, и я, поскольку меня иногда просят, знаете, Павел, а сделайте там экскурсию не в центре. Это как бы на самом деле не центр, но вот все местные вот эти новостроительские девелоперы продают это уже как в центре, даже на Омыве. Поэтому тут как сказать. Значит, детство тоже здесь прошло? С трех лет. С трех лет. Ведь очень сильно район изменился. Вот эта часть, на самом деле, сохранила абсолютно вот тот же облик, который там был лет 10 назад. Курьи ноги достроили, дай бог памяти, в начале 90-х. То есть из Советского Союза проект, вот он дожил до новых времен. И все, здесь вот конкретно вокруг метро практически ничего не изменилось. Вот там подальше началась уже застройка нового времени, там лет спецмут царит. И вот сейчас то, что на Омыве происходит ближе к гостинице Прибалтийской, там на Вио. Там любят снимать клипы наши всевозможные петербургские музыканты. Они там в елочках ходят. И, в общем, там вид на прекрасные волны Финского залива у нас тут. Да, ближе всего, пожалуй, от центра Финский залив. Бережок любимый, куда можно выскочить. Единственное, что бережок вот с тех самых времен, когда здесь все начиналось, он отодвинулся очень сильно. В принципе, мы сейчас уже идем по тому месту, которое представляло собой болото. Его осушили в советские времена, в 70-е годы, и начали застраивать, собственно, вот здесь вот все на бывшем болоте. И сейчас отодвинули еще дальше, практически на километр дальше берег отодвинулся. Да, на самом деле это намывная территория. То есть у нас почему-то многие думают, что намыв – это вот то, что там новая территория ЗСД нынешним. А это тоже намывная территория в Советском Союзе. Курьи-ноги – это вот дома, так называемые, на курьих ножках. Мы про них еще пару слов потом скажем и покажем вам их вблизи. Сейчас мы просто выйдем на прекраснейшую набережную и будем там гулять. Что тебя формировало здесь в детстве, скажи, пожалуйста? Звук сваи забиваемых, собственно говоря. Да, ну, конечно, да. Это тотальный environment был звуковой у меня. И, соответственно, с тех пор я люблю группу Айнштурцина Нуэйбалтон. Ambient! Industrial Ambient. Да, абсолютно верно. И да, мы тут, естественно, с ребятами, с верстниками моими, идиотами, либо форцевали у гостиницы Прибалтийская, либо бегали по котлованам будущих зданий на кораблестроителей на улице. Вот. Здесь все уже вот как было практически так и осталось. Только оградочки тут зачем-то появились. Видимо, за тем, чтобы дети не прыгали на лед в Смоленке, а тут был один трагический случай. Там даже есть доска, да, погиб, к сожалению, один человек, спасая детей. Ну вот, видимо, больше не надо будет никого спасать. А так вот здесь, как я бегал на уроках физкультуры в середине 80-х годов, так вот все здесь и осталось. А ты сам на лед прыгал? А ты не плавал тут, кстати, летом? Не плавал, нет. Но на лед мы обычно скатывались на таких маленьких лыжечках, которые были недолго популярны в конце 80-х годов с другом Глебовичем, с которым у меня была самая первая группа. Вот мы там с детства вместе тут вот бегали, прыгали, катались на всяких штуках и классно проводили время, короче. Очень интересно, судьба распоряжается. Друг Глебович потом играл со мной в нескольких проектах, а сейчас он живет в Австралии и вообще он один из первых кайтеров. И свой первый кайт он сделал собственными руками. Кормит собой акул. Да, да, да. Хорошо, ты жил дальше, пошел в школу. Пошел в школу. Здесь же, да? Да, во дворе 16-я школа. Там была вот такенная просто библиотека. И я проводил часы после уроков, в основном там, ну, собственно, как-то продленка тогда называлась. Нужно было готовить уроки, не выходя из школы. И ходил там, как это, нахер. Прошу заметить, я пел в хоре, руководителем которого был, скорее всего, известный тебе человек Игорь Эммануилович Воеводский. Говорит тебе что-нибудь, да? Вот, он был моим... Я не знаю, что он Игорь Эммануилович. Да, он Игорь Эммануилович. Причем он как бы так акцентировал, что не И, а Э. Э. Да. Вот, потом, ну, не в честь Канта. Вот. Да, хорошая, хорошая, хорошая школа, не знаю, вполне интеллигентная. Дело в том, что здесь дома заселяли... Вот, это ключевый момент, который я хотел как раз подчеркнуть. Да, да, там сотрудниками разных институтов, в основном, здесь по распределению жилье доставалось. Вот, в частности, моя маман, которая была старшим научником, с научным сотрудником Института экспериментальной медицины, она, собственно, здесь получила, в 46-м, да, чуть подальше, квартиру однокомнатную, куда мы, собственно, переехали в Олимпийский год. И вот, я потом переехал чуть-чуть, вот, чуть поближе сюда, по той же улице Граблестроителей, другой дом просто. Да, дома чуть дальше заселяли всякими творческими работниками, там, чуть ли не оперными певцами и так далее. То есть, здесь действительно был такой интеллигентный район, потому что моя благоверная, когда приехала на Академическую, где я жил, она сначала была в диком шоке, но потом она съездила в Купчино, я ей подарил деньги, чтобы она избавилась от линз в центр Федорова, и она сказала, что Академический не такой же плохой район. Да, а это правда, этот район был более-менее благополучный, но, тем не менее, как бы хватало и здесь. Ну, хватало, но я все-таки вот еще акцентирую внимание на такой интеллигенции творческой, и вот там, вот по той стороне дома начала 70-х годов, где наверху мансарды художников, здоровенные пространства с окнами в пол. И вот одну из таких мансард, не знаю, снимал или как бы владел ею мой дядька двоюродный, художник, собственно говоря, из союза художников такой, блин, человек творческий и большой любитель гонщих собак, то есть вот те гонщие собаки, которых он покупал, они прекрасно у него носились вот по этому пентхаусу, по сути, это же советский пентхаус, это не единственное, там же дальше есть вообще панельные дома с этими мансардами. Вот смотрите, какая здесь огромнейшая арка, и вообще надо сказать, вот, ну, Женя сейчас расскажет про этот магазин, это же... Центр фирменной торговли, так называемый, да? Да, 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 это был огромнейший магазин, куда, в принципе, съезжались люди, не то что со всего Петербурга, а я вот знал историю, когда даже других городов сюда приезжали. Это целый квартал, можно сказать, длиной один километр, состоящий из четырех секций, и вот в каждой из этих четырех здоровенных секций продавалась одежда и какие-то товары, там производства советского, ну, в основном, да, одежда, называлась это все, да, Центр фирменной торговли, и поначалу, вот я помню, как только начали вывески вешать, и вот по буковке вывешивали, и мы старались отгадать, что вообще имеется в виду. Центр Ф, Центр Фир, ну, и как-то вот потом все, Центр фирменной торговли. Это же еще территория, сопряженная с братом, с осенним марафоном. О, да, да, да. Брат, по большей части, какие-то сцены, они снимались ближе, да, к гостинице Прибалтийская, а Бузыкин с профессором из Дании по утрам выбегали из вот там вот крайнего дома по кораблестроителей, да, из ближайшего кораблестроителей подъезда, они пробегали мимо здоровенного такого факела, который, не знаю даже, а он, наверное, с 80-го года символизировал, собственно, Олимпиаду, наверное, вот, да, он там задержался на какое-то время, а не, 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 он раньше там появился, раньше, раньше. Вот, и бежали по кораблестроителей, собственно, герои фильма «Осенний марафон», и теперь на углу разбили небольшой скверик. Мы до туда дойдем, так что не переживайте. Там какие-то энтузиасты, они выиграли, как это называется, грант, наверное, по программе правительственной «Твой бюджет», вот сколько-то они там миллионов выиграли, и здесь разбили очень приятный скверик. Да, я там как раз запарковался и посмотрел. Я, честно говоря, здесь нечасто и бывал, и бываю, я вырос в таких, я на севере вырос, потом у меня был чудесный период жизни на проспекте большевиков и Дыбенко, это часто было у нас в Человиннике и прочее, а тогда это была жесть. Я, когда первый раз попал в гавань с барышней, которой там влюбился, и у меня просто был срыв башки. Наверное, с тех времен я мечтал жить на берегу, и вот моя мечта сбылась, и живу в Сестрорецке. Скажи, пожалуйста, а когда началась «Хочу быть рок-стоп»? Потрясающе, да, это произошло. Это еще в Советском Союзе произошло, это было 90-х, начало 91-го года. Ну это уже все, Советский Союз практически уже лежит в гробу. Мы-то его, да, видимо, и погубили. В 16-й школе с Глебовичем все вот так вот. Как-то я вот помню, бежал после школы с своей первой электрогитарой, стелла стереофоническая, через мост кораблестроителей, и там натянутые цепи, вроде бы больше не натянутые, но были натянутые. Я как-то вот неудачно так упал на левую руку, сломал левую руку, и вот все эти репетиции перешлось на какое-то время. А там и Союз рухнул, как бы вот все как-то совпало. Вот кто! Начало моей карьеры. Вот он, вот он, пишите там вот это, эти советчики вам. Группа называлась «Сырники». «Сырники», да. На самом деле, если вы смотрели мою проходку, первую в этом сезоне с «Аракизмом», я рассказываю про «Там-там», там в конце я поставил песню про «Белый рубин», которая к моей радости многим зашла. Вот там как раз на басу играет Глебыч. Я тут пытаюсь сделать такую тему, чтобы Саша, который играл на гитаре, он сейчас в «Штатах» сыграл, там себя снял. Глебыч бы в «Сестралецке» себя заснял. Кирилл сейчас приехал, я его хочу тут не спеть, на барабанах снять, ну и я спеть. И такой у нас будет клип из многих вещей. Хорошо, «Сырники», а потом что? Ну, там, если в плане рок-н-ролла, то какие-то, да, школьные группы. В Каморке что за актовым залом? Да, причем, вот упомянул ты «Там-там», мы не дождались два дня до своего концерта в «Там-таме» с группой «Двойной йогурт». Мы должны были, собственно, с Глебничем выйти на сцену легендарного клуба, и вот он закрылся буквально там за пару дней до этого момента. там аж с несколькими проектами. Мне было очень приятно, что Гайкель как-то встретил, говорит, «А я вас помню». Я сначала думал, что он это говорит из вежливости, но потом я проанализировал как бы все и понял, что это, знаешь, как вот продавщица, которая стоит на кассе, и перед ней проходит огромное количество лиц, но она их помнит. Да, она не помнит, кому это. Да, да, потому что я работал в Вапрашке, я это знаю, да, и я уверен, что Гакель точно так же, да, и это было дико приятно, потому что мы, конечно, не Текила Джаз, которые сейчас выпустили новый альбом, и хорошо, но... Раз Гакель помнит, значит, да, не все, а меня Бурлака помнит, знаешь. У меня была ужасная история с Бурлаком, он заснул, у меня был просто период такой, когда я, ну, я очень ненавидел алкоголиков, ну, просто, ну, я, ну, вот реально, я их терпеть не мог, и он в Декалин совет, я уж не помню, что, опять пришел, нажрался, заснул, и я там взял такую фотографию рядом с ним, вот, и напечатал, но это, конечно, не очень красивый поступок, я признаю, да, я признаю, я признаю, да, но вот тогда меня это очень бесит. Просто я, ну, я был на ЗОЖу, на Ахит Стрэйт Эйджи, я такой весь, вот, я, Генри Роллинз, Амэл, вот, все, ну, вот, да, хорошо, а с мультфильмами-то как? С мультфильмами мы, между прочим, не так далеко отсюда тоже репетировали, на кораблях, вернее, вру, не на кораблях, это на морской набережной уже, кораблестроительный техникум номер 30, там, где пушки и винты крейсера кисли, короче, вот этот мемориальный комплекс, за ним сразу этот техникум, где мы вот каморку, да, 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 снимали рядом с бухгалтерией, и там, соответственно, готовились там к записи альбома «Суперприз», например, вот, так что мне тут было недалеко ходить на репетиции, это очень радовало, конечно, да, да, не говори. Люди некоторые там с одного конца на другую ездили, у Лазаренко все на районе тут, вся рок-н-ролльная. Еще и выступали, бывали какие-то мероприятия рядом, собственно, с Прибалтийской, какие-то там молодежные, что-то там со скейтерами, что-то такое, ну, тоже прошелся, выступил, пошел домой. Мультфильмы, это же были такая, ну, по сути, рок-мальчуковая команда, типа, такой формат. Я не сказал, все-таки нас, так сказать, не продюсер собрал, чтобы это был прям бой-бенд, да. А ты смазливенький, будешь играть на басу. Ну, но Егор, кстати, сказал, что, вот, Женя, сейчас я тебе выбрал из там нескольких гитаристов, потому что длинный у тебя гитара на яйцах висит. И как бы вот. Вешайте гитару правильно, понимаете, обозначайте место на то. Да, так что драк-н-ролл, он, в частности, и здесь, вот, Индахуд тоже какой-то творился. Сколько времени примерно в среднем по больнице заняла карьера в группе мультфильмов, такая активная? У меня, скажем так, я пробыл в группе 20 лет ровно. Обалдеть. Слушай, это прям, ну, потом своими делами, да, 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 начал заниматься. Какие самые яркие впечатления остались из мультфильмовской деятельности? Так и знаешь, вот с... Я подзагрустил. Я помню. Слушай, на самом деле, самое приятное всегда было, это вот какие-то поездки совместные, куда-нибудь, там, какой-нибудь Екатеринбург, значит, на поезде. В двое суток ты едешь и общаешься с чуваками, и у вас там постоянно какая-то интеракция происходит, какие-то там шутки, прибаутки, там, дискотеки, условно говоря, в купе и так далее, там, за пивасиком сходить, не отстать от поезда, у бабушек на платформе купить, там, бла-бла-бла. Ну, как-то вот это вот, в первую очередь. Наверное, даже не выступления сами. Ну, хотя, да, выступления всякие забавные бывали, на большую очень аудиторию на стадионах, на каких-нибудь, на праздниках крупных. Вот, вот, скорее, вот такое, и, да, поездки, и вот такие крупные выступления, наверное, так. Это тебе приносило какие-то деньги? Деньги приносило. Когда я пришел в группу, в 99-м году, директор коллектива назначил всем зарплату. Это была зарплата вот 99-го года, 90 долларов в месяц. И мы ни в чем себе, конечно, не отказывали на эти деньги. Я вынужден был, конечно, еще где-то, где-то что-то делать. То есть, все-таки это был продюсерский проект, Дженни. А вот остальные участники группы, они вот именно на этой и жили. И приходили примерно через неделю снова к директору и говорили, «Мадонна!» А тот спрашивал, «А куда вы деньги деваете?» Такие причем, деньжищи, я же вам такие деньжищи дал, 90-м бочинских. А я играл тогда еще в кавербендах, там, в Ливерпуле, там, Битлес всякие. Ну, вот такого рода у меня подработки были. Ну, и на телеке еще, потому что там, пидорачки всякие вел. Не знаю, вместо ли сейчас задавать такой вопрос, учитывая то, что здесь идет прекрасная фея твоя. Помогало ли, мешало ли это твоей личной жизни? Мультфильмы? Ну, вообще, твоя деятельность. Ну, и мультфильм же это был такой... Не мешало, я скажу. Хедлайнерский проект все-таки, наверное. Ну, как, хедлайнерский? Ну, смотря где хедлайнерский. Если, ну, на каких-то фестивалях, типа... Ну, я песни некоторые до сих пор помню. Вот это про красоту, вот это же одна из самых крутых песен, реально, действительно, вот той эпохи. Ну, как сказать, ну, рок-н-ролл, конечно, разный бывал, вот, но мне не мешало уж точно. А как тебе удалось не превратиться в алкоголика и вот это все? Как мне удалось превратиться в алкоголика и вот это все? Видишь, я сразу начал сговориться. Видишь, я был прав про добрую фею. Да. Прилетела добрая фея, махнула волшебные палочки. Отобрал бутылку. Да-да-да. Женя какой-то в гомлинском переводе. Скажи водки нет. И с тех пор я по утрам и вечерам говорю нет, нет. В кладовке, между прочим, бутылка водки стоит, а я ей говорю нет. Потому что, ну, смех с мехом, да, а мех с мехом, потому что, вот, особенно в последнее время пошли вообще косяками. Но я говорю не про какие-то известные случаи, там, начиная там с горшка и всех остальных, да, а какие-то вот уже, я смотрю, там, из там тамовского поколения. Вот вчера буквально там была такая группа Ausweis, ну, она, там, мало кто ее знает, но я ее помню. Тоже там человек умер и так далее. Ну, могу сказать, что конкретно из моего поколения, из тех, кого я знаю, я что-то вообще никого не вспомнил, чтобы кто-то вот-вот прям там... Ну, тебе повезло. А, нет, ну, все равно постарше чел, даже в группе мультфильмы играл, но не буду называть. Ну, короче, да, был чел, который так по краешку судьбы прошелся, недолго, и вот почил в какой-то момент. Ну, я, знаешь, какое-то время даже вспомнил, а как его звали-то вообще вот из этой серии? Понятно. Ты сейчас в мультфильмах не играешь, а группа продолжает, да, вести... Группа продолжает, да, 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 там новый состав, и, ну, то, что я слышал, меня убедило. А аудитория вот какая? Не знаю, я же не хожу на концерты. Не, ну, хорошо, ну, когда ты еще вот играл буквально там 2-3 года назад, это что была за аудитория? То есть это были уже, получается, такие 40-летние женщины или все-таки молодежь? Бывали, да, с детьми, как бы, семейные посетители наших концертов, и, ну, относительная молодежь, там, ну, 20, там, плюс-минус. Вот, так что, да, расширялась, скорее, аудитория. Это очень круто. А расскажи пару слов про свой, ну, как электронный, да, может быть, его назвать проект Neon Lights. Вот он тоже имеет четкую... Вообще, да, я потом еще про одну группу тогда вынужден просто упомянуть буду, про группу Джим Пол, у которой даже песни есть, Васильевский Айланд. Вот, это прекрасно, я продираюсь сквозь мою опасность. Короче, Neon Lights, тоже Индахуд. То есть я знал, что через дорогу от меня живет мой дорогой друг и коллега Макс Хаген, журналист музыкальный, который в свое время меня там привел в тайм-аут, например. И мне нужно было, мне предложили выступить с каким-то там своим материалом, у меня не было состава, и я решил, что, ну, можно вот эту всю электронику пустить, типа, в записи. Ну, нужен человек, который будет стоять, значит, на сцене и олицетворять с собой всю музыку. Да, абсолютно верно. Хаген нажимал на кнопку play и, как бы, делал некие там пасы руками. Вот, и у меня обычно спрашивают, там что, у тебя в Angry Birds играет? Ну, вообще там ни во что не играл на тот момент, но потом он выучил там синтезатор. И вот тут-то, конечно, пригодилось то, что мы живем буквально друг от друга напротив. Он брал подмышку свой здоровенный, что у него там, Roland JP8000, ну, грабина такая, которую куда-то таскать, они недалеко вроде, и ладно. И вот мы так вот дома, собственно, и репетировали, и что-то делали. Да, вот опять же, география помогла. Обязательно загуглите Neon Lights на YouTube, есть совершенно потрясающий черно-белый клип, я помню, да? А, All Right. Да, да, очень хороший. Причем, пардон, еще упомяну, здесь же через дорогу обитала долгое время, сейчас вот туда подальше переехала, Женя Любич, с которой у нас тоже была, собственно, вот первая наша релиза Neon Lights. Березовский-то с ней играл, про которую мы начали говорить. Березовский, да-да-да, с ней играл. Вот, у нас был с ней онлайн совместный вот проект с Женей Любич. Это вот первый наш релиз, потому что она тоже тут через дорогу буквально приходила, пела, потом пришла со своей маленькой дочкой в колыбельке, записывала свою маленькую дочку для своей песни «Выход из положения». Так что все вот происходит по соседству. Если бы мы жили в разных районах, этого бы просто не произошло. Да, но вот сейчас можно развернуться, показать, что вот этого всего не было абсолютно. Здесь был рынок, рыбу мы там для кота покупали. И вот эти дома, вот особенно вот эти, они же продавались за адский миллион, а выяснилось, что это такое вообще днище, там такая слышимость и прочее. Лен Спецму не очень постарался в этом плане. Хотя, в принципе, компания неплохая, но вот в данном случае люди, конечно, заплатили деньги за ничто. А Глебович как раз жил вот там, в той стороне. Нет. Глебович жил вот там. А, там даже? Да, я к нему туда ходил, я думаю, нет, я думаю, что ты ошибаешься, там он не жил, он жил вон там. Да, и вот сейчас мы как раз будем выходить к этим самым домам на курьих ножках. Да, вот можно, собственно, пройти насквозь через этот скверик, осенний марафон. Это олицетворение мечты Корбюзье, да, чтобы дома стояли вот на таких вот, так сказать, парях, чтобы они парили над землей, чтобы сквозь них можно было проходить и так далее. Народ, господи, сколько всего я тут слышал про него, говорят, что на последних этажах, когда сильный ветер, прям покачивает. И еще вот на последнем этаже, дай бог памяти, этого ли дома или следующего, ближайшего к кораблям или не ближайшего, находился один из самых важных в 90-е годы телеканалов. Дециметровый канал сначала назывался просто 22-й, потому что на 22-й кнопке был. Потом NBM, я думаю, ты должен помнить. «Стаз танков» там был одним из ведущих музыкальной передачи, еще там какие-то были. И там впервые я увидел энное количество клипов брит-попа. То есть у них там сидели в редакторах, видимо, такие англофилы, которые ставили Radiohead, Blur, что-то там Oasis, бла-бла-бла. И вот я всем этим напитывался, спасибо большое просветителям. Ну, потом они все куда-то канули. Разок я был у них в студии. Ну, студия и студия. Скоро раз, ты вот, как вот ты себя сейчас ощущаешь? То есть вот, ну, уже же часть жизни прошла, причем такая. Да, возможно, больше, да. Да. И прочее. Ну, что, мы все там будем. Я вообще к этому философски отношусь. И у тебя есть какие-то радости, сожаления? Или вот ты думаешь, а что-то как-то надо было? Или вот как-то... Сожаления, да нет, наверное. Я не знаю, мне кажется, все течет туда, куда надо. Да? Да. Ну, тебе, может быть, хотелось бы тогда... Фея контролирует. Нет, серьезно. Ну, я не знаю даже, что бы я такого желал. Ну, может быть, ты хотел стать суперстар? Вот прям такой, понимаешь? Возможно, я был не настолько амбициозен просто. И как-то... Это удобно, я могу сказать. Это удобно, да. Может быть, твоя действительно стезя и это вот такие клубчики, барчики... Да, в которых ты по-прежнему обитаешь. А чем ты сейчас занимаешься, расскажи? Есть несколько коллективов, да, в которых я играю. Вот в том числе группа Джим Пол, которая будет тут в ноябре выступать в Мачтах. Раньше этот клуб-бар располагался в Галерной гавани рядом с Кромскицами. Вот это вот самые старинные, получается... Самая старинная застройка вот в этой части острова. Сейчас он на Севкабель переехал. И вот мы там вот эту историю про Васильевский Айленд и будем петь. И приходит публика во многом местная, которая, в частности, описана в этой песне. И как-то вот у нас тут такой вот свой Василиостровский между собойчик тоже сложился. Музыкальный вокруг группы Джим Пол. И я ощущаю себя Василиостровского вообще. А вот в чем это выражается? Пойдем. В легкой такой оторванности, конечно же, от типа большого города. Потому что все-таки мы ощущаем здесь, что мы не в центре и немножко там сами по себе находимся. Это, конечно, ощущение сохранилось с тех пор, когда мосты разводились. То есть они сейчас разводятся, но нельзя было вообще никак попасть на остров. Вот. У меня даже песня примерно про это есть. Про то, как вообще все здесь исчезли. Как-то вот. И мосты вот так вот стоят. И остров абсолютно уже отрезан от всего остального мира. Да. Так что вот такое ощущение. Мы немножко в домике своем, который продувается со всех сторон. Битраймин. А у тебя, ну это как бы, не знаю, не возникает никогда такого вот. Или не возникало, когда вот ты особенно в другой город приезжал, что ты вот из Петербурга, да еще из Васильевского острова. И ты это как-то чувствуешь. Ты видишь, что вокруг какие-то другие люди. И в тебе начинает как-то зарождаться, ну, снобизм. Снобизм легкий. Ну да, наверное, да, он присутствует. Ну, это не такое уж прям чувство превосходства над всеми остальными. Просто я из тех куликов, которые свое болото хвалят, ни на что не променяют, скорее всего. Я счастлив здесь жить. Я здесь корнями пророс. Меня все устраивает вообще. Ни в какой центр никогда не хотел бы перебраться в другой город, пожалуй, тоже. Где бы ни был. Опять же, а было я много где. А Европа, Америки. Европа. Единственное, кажется, о чем я думал, в Америке был, в разной Европе, восточный, западный тоже бывал. Почему-то сердце мне отозвалось Пудапештом. Потому что тоже такая недоимперская столица. И что-то вот... И там было дешево на тот момент, когда я там присутствовал. Я ходил и присоединялся к квартирам с видом на прекрасный Голубой Дунай. И это можно было прекрасно вообще обставить. Здесь продать вот это вот корбезье на кораблях. И там человеческую вообще жил площадь, получить в центре прекрасную вообще Будапешт. Ну, как-то вот там карбнаж начался и все эти мечты. Вот это, собственно, тот самый скверик, про который Женя рассказывал в самом начале. Видите, какой офигенный, облагоустроенный и все такое прочее. Вот там можно сейчас уже более близко посмотреть вот эти... За такими запыленными стеклами, соответственно, мастерские художников, Которые действительно в Советском Союзе это прям было что-то фантастическое в таком жить. В скверике тут есть несколько примет того, чему посвящен, какому фильму посвящен. Часы Бузыкина, да, там вон пишущая машинка стилизованная. Часам Бузыкина подойдем, которые все там мечтали выкинуть. Это потому, что у него не было мобильного телефона с будильником. Поэтому у него были специальные часы с будильником. Телефон, да, вот там телефонная будка есть с цитатами. Ну, да. Тут уже стучат, как он говорил. Тут уже стучат. Ведь было же время, действительно, и мы же, кстати, застали это время, когда никаких мобильных телефонов нет. Да дома вот у нас по первому, так сказать, адресу моего жительства на кораблях не было домашнего телефона поначалу. Мы выходили, собственно, вот такую вот красную будку на углу улицы и за две копейки звонили, куда нам нужно было звонить. Как ты сейчас описываешь состояние для себя музыкальной индустрии? Если раньше же мы все гонялись за музыкой, то сейчас ее стало столько, что она уже за тобой гоняется. Ну, да, я не гоняюсь за музыкой. Я гоняюсь за какими-то там... Во-первых, за пластинками, чтобы было что в руке подержать, а не просто скачать и, соответственно, кнопочку нажать. Вот, ну, я просто уже в летах, поэтому не пристало мне, мне кажется, уже задрав штаны-то носиться. Я уже мужчина респектабельный, уважаемый в обществе. В конце концов, на хор ходил. Да, да, да. Нет, есть несколько лейблов, которыми я интересуюсь. Там, Young Turks, например, где выходит Джейми Икс Экс, ну, в смысле, DXX, и Джейми Икс Экс, и этот... Джеймс Блейк, и VFK Twigs и так далее. Вот эти артисты мне нравятся, за ними интересно следить. А прям совсем на view, ну, не знаю. Моргенштерн, ну, это забавно, кстати. Ну, там, по продакшн мне нравится. Вот, продакшн интересный бывает. Я, знаешь, вот, что тебя хотел спросить? А месседж не интересует вообще? Вот по поводу Моргенштерна и всех остальных. Я тут, знаешь, о чем подумал? Ну, сейчас идет такая тема, что, типа, вот, они все там дебилы, траля-ля. Лица там татуируют. Но я вот вспомню, например, когда я в молодости слушал музыку, типа, группы Death, и которая играла примерно так. Вот. И я когда понимаю, что сейчас вот рэперы поют, ни хера не понятно, что они поют. Но я тоже такую музыку слушал, где было ни хера не понятно. Поют, как хрен жуют. Ну, да. Поют, как хрен жуют, да. Смотри, что она сделала. Кто? Опять? Ну, благо, сейчас мы можем... О, она реанимировалась. Она живет своей жизнью. Вот, смотрите, какая чудеса. Все эти панчлайны из фильма. Хорошо сидим. Тастуем и пьет до дна. Коза кричала нечеловеческим голосом. Да-да-да-да. Твоя прелесть. Всего по 150. Всего по 150 чистая формальность. Сейчас ведь тоже ведь не все даже поймут, что это такое. Третьим будешь, да, вот это вот все. И все снимали вот непосредственно вот, ну, я не знаю, в этом или в сосед... В этом, мне кажется, доме. Снимали, да, снимали. Прикинь, и вот таких самокатиков у меня в детстве не было. У меня другой был советский самокат, красный. А если бы он такой появился бы, там была атомная война во дворе началась бы. Все. Камера нам намекает, что надо заменить батарейку, и сейчас будет маленький сюрприз. Это называется, знаешь, в компании «Может, поешь что-нибудь?» Да. Знаешь, 2 миллиарда песен, но... И не знаешь ни одного. Нет, давай, может быть, Ленинград. Я так и думал, что это пополз. Я согласен со своей женой. Окей. В городе холодно. Я так и думал, что в жизни лично мне нужна одна лишь только ты. Ой, я так люблю тебя, ла-па-па-па-па-па-па. Я так люблю тебя, моя родная. 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 первая песня с первого альбома группы ленинград пел тогда не шнур еще молодец какой хороший мальчик не зря на хор ходил специально мы решили завершить наш прекрасный кривический перфоманс вот здесь эти самые курьи ноги вблизи они выглядят вот так конечно сейчас эти дома не ну такие немножко постапокалипсис но когда они были построены 10 видите ветер как за задувает постоянно поскольку понятно законы физики не обманешь я в конце хочу напомнить по традиции что возле есть у меня роман вот такое как раз про примерно ту эпоху когда женишь и про все и про все такое да есть путеводители по невскому проспекту невский с перцем можно гулять собственно в каждый дом от адмиралтейства до площади восстания очень удобно все-таки моя позиция главного редактора сказалось я сделал так чтобы было удобно читать но и вот это вот книжка про пиар во время русско-японской войны с большим количеством всевозможных иллюстраций я тут по-прежнему встречаю разные публикации где эти карикатуры выставляются как типа впервые печатаемые на самом деле уже видите не впервые вот так что это все есть у меня на сайте ссылка вот там внизу гуглите пожалуйста проект не онлайн с евгением лазаренко приходите на экскурсии мои которые проходят сейчас пятница суббота воскресенье что там будет дальше ближе к ноябре декабре не знаю но вот пока погода все равно позволяет с вами был гид павел перец увидимся пока